Вести Дагестан О том, как идет работа по формированию пакета проектов для территории, опережающего социально-экономическое развитие Каспийск и Дагестанские огни, привлечению резидентов и возникающих в этом процессе вопросах, в том числе касающихся отвода земельных участков под реализацию проектов, говорили на совещании у председателя правительства Артема Сдунова. Заслушав информацию о том, как выполняются взятые республикой обязательства, глава дагестанского Кабмина поручил всем задействованным в данной работе министерствам и ведомствам ускорить решение организационных вопросов, доработать все соглашения, необходимые к подписанию и приступить в самые короткие сроки к строительным работам по наиболее подготовленным к реализации проектам. При этом Артем Сдунов подчеркнул, что привлечение резидентов необходимо вести активнее, и их число к концу года должно значительно вырасти. При этом премьер призвал руководителей, прежде всего, агентства по предпринимательству и инвестициям, при создании индустриального парка обращать внимание не только на крупный бизнес, но и на малый. В Дагестане специальная комиссия займется проверкой качества молочной продукции. Об этом было сказано на совещании в Минсельхозе Дагестана, посвященном вопросу поставки качественной молочной продукции в социальные учреждения республики. Предваряя обсуждение, министр Абдул-Муслим Абдул-Муслимов отметил, что в настоящее время руководством Дагестана уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности и качества, реализуемой на территории республики пищевой продукции. В частности, назрела необходимость тщательного мониторинга качества молочной продукции, поставляемой в образовательные и лечебно-профилактические учреждения Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Дербента и других городов республики. Министр внутренних дел Абдурашид Магомедов встретился с вдовами и женой пострадавшего при взрыве на Джамикенском посту три года назад. Напомню, теракт совершил смертник, который подъехал на автомобиле, начиненном взрывчаткой к посту ДПС. Взрыв был огромной силой и унес жизни сразу двух сотрудников. Один из них был прикомандирован из Мордовии. Вдова погибшего и жена пострадавшего сотрудников приехали в Дагестан впервые. Министр МВД отметил высокую ответственность, которая лежит на сотрудниках при выполнении служебного долга. Надо найти силы и продолжать жить. Ваши родные люди выполняли свой долг и выполнили его достойно. К сожалению, в нашей действительности некоторое время назад мы теряли очень много сослуживцев, братьев оружие. Так получилось, что это произошло и на посту, и несли слов о шеблистке примите еще раз соболезнования. Я знала, что я выхожу замуж за офицера, а его долг служить в родине. Поэтому он остался уверен в присяге до конца. И думаю, он останется всегда образцом для подражания для наших детей. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» прошел круглый стол информационной безопасности подрастающего поколения в сети интернет. Мероприятие было организовано в рамках всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета», приуроченной ко Всемирному дню интернет-безопасности. В работе круглого стола участвовало более 90 представителей органов государственной власти, представителей школ и колледжей, учащихся старших классов и их родителей. В начале было слово «Дагестанское радио». Мы первые в республике. В этом году, 14 февраля, МИР в седьмой раз отметит Международный день книгодарения, праздник не только любви друг к другу, но и любви к книгам. Именно в этот день принято обмениваться книгами или просто их дарить тем, кто любит читать. В этот день Национальная библиотека имени Расула Гамзатова присоединится к третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к дню книгодарения. В фойе библиотеки соберутся люди, готовые поделиться своими книжными сокровищами. В рамках акции будет организован сбор и акт дарения книг муниципальным библиотекам республики. Состоятся встречи с известными людьми, писателями и художниками и другие интересные события. Настоящий праздник состоялся в Гунипском районе. В селении Рогуджа после реконструкции открылся Дом культуры. Обновленный центр позволит проводить концерты, показывать спектакли и развивать молодежь. На торжественное мероприятие приехало много гостей. Подробнее в следующем сюжете. В большом культурном событии Гунипского района участие приняли, кроме самих рогуджинцев, которые получили современные условия для творчества и досуга, гости из разных уголков Дагестана. Среди них – фольклорный ансамбль из Акушинского района. После торжественного разрезания ленты, гости осмотрели обновленное здание, которое было отремонтировано за 8 месяцев по государственной программе. Теперь в новом Доме культуры, в просторном октавом зале на 170 мест, можно проводить концерты и показывать спектакли. Прекрасное здание, если вы не видите, снутри еще увидите, с отапливаемым залом. Я помню, еще в детстве, когда на собрание здесь колхозный ходил, здесь люди сидеть не могли, за то, что холодно было. Пускай вот это новое здание клуба будет вестником возрождения селения Рогуджа. После реконструкции трудно узнать построенный более 70 лет назад сельский клуб, который всегда играл большую роль в жизни Рогуджинцев. Это клуб, это больница, это школа, это мечет. Понимаете, открытие таких учреждений, это очень большое значение имеет. Это обновленное здание на родине видного государственного деятеля Драхмана Даниилова станет тем местом, где будут проводиться культурно-просветительские и развлекательные мероприятия, где будут открывать юные таланты, куда, как и в старые времена, будут приезжать музыкальные коллективы со всей республики. Красивое село, старинное село, село с историей древнейшей, людьми древнейшими, известными политиками, государственными деятелями. Абдурахман Даниилов, чего стоит для Дагестана, для Рогуджинцев. Если мне так понравился, этот клуб, я вам обещал, первый концерт в Ахушинском районе привезет. О возрождении старинных дагестанских аулов, развитии сельских домов культуры и проблеме отток молодежи в города, выступающие говорили с обновленной сцены. Совершилось праздничное мероприятие яркими выступлениями творческих коллективов из Махачкалы, Ахушинского района и Гуниба. В год 160-летия окончания Кавказской войны Музей истории города Махачкалы представляет уникальную выставку и впервые вводит в научный оборот фотоальбом под названием «Альбом подвижного сбора и торжеств на Гунибе по случаю 50-летнего юбилея покорения Восточного Кавказа 1909 года». Открытие выставки «Альбом капитана Никиты» Гуниб 1909 года пройдет завтра. На стендах экспозиции будут представлены фотографии, документы и материалы. В Махачкале открыли спортивно-развивающий комплекс для инвалидов «Город здоровых людей». Это первое в республике общедоступное сооружение, позволяющее маломобильным гражданам свободно заниматься спортом в городском парке. Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации «Махачкалы». По сообщению Дагестанского гидрометцентра, сегодня по районам республики без существенных осадков. В горных районах ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 6,11 метров в секунду. В горных районах слабый, температура 4,9 тепла. В горных районах 5,10, местами до плюс 15. В Махачкале сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 6,11 метров в секунду. Температура воздуха 5,7 тепла. На этом наш утренний выпуск завершен. Мы следим за развитием событий. Хорошего дня и всего доброго.